Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот большой огромный пакет, вот такой вот здоровый и тяжелый. Здесь у нас палатка Xiaomi, сейчас мы ее распакуем и пойдем куда-нибудь на улицу и раскроем ее, посмотрим как она будет выглядеть. Кому интересно, ставим лайк и погнали дальше. Изнутри пакета тут какая-то надпись на китайском, сейчас мы заценим ее. Давайте посмотрим, что же у нас за надписи внутри. Внутри вот такая вот какая-то китайская надпись, штрих-код, то есть это большой пакет, я так понимаю, вывернутый наизнанку. Но это нам особо не интересно, не нужно, отбрасываем и давайте открывать дальше нашу офигенную палатку. Палатка довольно-таки, ну, большая упаковка. Здесь у нас такие вот красивые ручки для расстегивания ее. Можно ее посмотреть. Внутри у нас идет инструкция для того, чтобы понимать, причем в картинках, ну, с китайскими словами, для того, чтобы понимать, как ее разобрать, как ее собрать, как она выглядит. Ну, все на китайском. Здесь у нас такая вот этикеточка тоже с инструкцией, как разбирать пошагово. А, нет, здесь уже как собирать, то есть один, два, три, как собрать, скрутить палатку. Ну, и ручки для того, чтобы можно было этот весь пакет тарабанить. Вот еще с этой стороны трючка. И здесь у нас такой материал, знаете, как пользуется на рюкзаках, спинку обшивая таким вот материалом. Я так понимаю, что он пропускает воздух и позволяет дышать нашей палатке внутри. Здесь у нас какой-то QR-код. Вот, ну, и давайте теперь погребли на природу куда-нибудь и где-нибудь попробуем распаковать и спаковать. Сегодня очень сильный ветер. Я выбрался на стадион, чтобы снять, как она распаковывается. Но очень сильный ветер, и я надеюсь, что будет хорошо слышно, потому что наушники с микрофоном я забыл дома. Поэтому, ну, надеюсь, будет все получится у нас. Вот так выглядит она, сумка. На плече нести удобно, комфортно, то есть как бы без всяких каких-либо проблем. Вот эту вот центральную петлю, я не знаю, зачем она, но через нее неудобно. Скорее всего, ее для того, чтобы крепить куда-то на сумку или еще куда-нибудь. В общем, посмотрим. Пока мы идем на место, я хотел бы рассказать историю покупки этой палатки. Я покупал на JD, вначале купил палатку на JD за 40 долларов. Это где-то, наверное, недели 3-4. Вообще никаких позывов не было. И в итоге написал продавцу, продавец не отвечал. В итоге написал в магазин JD. Это был продавец не из коллекции JD, а просто какой-то продавец из JD. И, в общем, вернули мне деньги за ту палатку. И буквально через пару дней появилась вот Xiaomi палатка за 59,99. Якобы распродажа в связи с зачисткой склада. И больше этой модели палатки якобы на GearBest не будет. Но вот сегодня я шел палатку эту распаковывать. И все еще продавалась на GearBest, то есть за 59,99. Возможно, когда видео выйдет, она еще будет по этой цене. Поэтому, если кто-то захочет, может взять. Я, в принципе, в походы не хожу. И палатка мне особо не нужна. Я ее покупал исключительно с целью того, чтобы на пляже можно было распаковать, открыть быстро палатку. И с маленьким ребенком можно было на пляже прятаться от солнца. Это очень удобно. И когда мы все равно носим на пляж какие-то там сумки, пакеты и так далее. И палатка, ну, особо не тяжело будет принести ради удобства. И, ну, естественно, нужна такая палатка, чтобы быстро раскладывалась и быстро собиралась. Поэтому вот Xiaomi это идеальный вариант как раз для этих целей. Ну и сейчас попробуем установить камеры. И попробуем, посмотрим, как она распакуется. И как я справлюсь с ее запаковкой. Вот так это выглядит. По сути, нам нужно только снять чехол, бросить ее, и она будет распаковываться автоматически. Поэтому мы аккуратно снимем чехол. Чехол не полностью по кругу, до половины, до середины раскрывается. Вот. Открыли. И вот так она выглядит. Теперь резинку эту мы снимаем, бросаем, и она распаковывается. Постараемся это все как-то заснять на камеру. Вот. Резинку я снимаю. Снял. Все это мы держим в руках. И теперь я должен ее бросить, и она должна автоматически распаковаться. И вот она распаковалась. Единственное, что она вверх ногами распаковалась. Вот. Но довольно-таки круто все выглядит. Вот такая немного примятая, но очень прикольно. Потерял, как у зонтика Xiaomi, Xiaomi-шного. Такой скользкий, и я понимаю, что она водоотталкивающая. Будет прикольно. Вот здесь у нас есть специальные такие вот ремни, застежки. Вот здесь жесткие вот эти дуги. Сейчас мы ее посмотрим, рассмотрим ее, и немножко обойдем, посмотрим. И уже потом будем собирать на камеру, как это у меня получится. Элементы все качественно сделано. Вот открывать нашу дверь. Здесь вот такие вот, не знаю, как их назвать, но они специальные для того, чтобы свернуть дверь и сюда ее закрепить. Забыла о важном элементе. В сумке внутри находится вот такой вот мешочек с крючками, которыми мы можем закрепить палатку. Потому что при таком ветре палатка, когда ветер сильно дует, она немного смещается. Поэтому у нас есть вот такие вот крючки в таком мешочке. Сейчас я их открою и посмотрим. Итак, вот так выглядят вот такие вот крючки металлические и шнурок, которым это все крепится. То есть в таком мешочке оно находится. В принципе, для пляжа летом это не особо важно, но для туриста эта возможность особенно нужна. Если, допустим, там походы ходить и так далее, то есть это нужный элемент. Для моих целей это как бы не нужно, потому что летом на пляже, даже если сильный ветер, то ты своим весом эту палатку удержишь на месте. Или даже теми вещами, которые ты обычно берешь на пляж, там полотенце и так далее, летом таких ветров не бывает. С задней стороны палатки есть окошко. Давайте мы его откроем как-нибудь. Ага, вот оно здесь на молнии. Вот здесь такая вот молния, она расстегивается и с другой стороны тоже. Не совсем удобно мне одной рукой. Здесь еще липучки. Не совсем удобно одной рукой расстегивать, но тем не менее. И можем посмотреть, что у нас находится внутри. Здесь сетка москитная, причем она не один. Вот какой-то косяк на сетке. Ну, это как типа затяжечки что-то. Но ничего страшного, это как бы не принципиально такая, не критично. И внутри находится еще одна сетка. Получается здесь двойная сетка. И внутри, внутри оно отсюда видно. Сейчас мы, конечно, залезем внутрь. Палатка на меня налететь решила. Вот внутри оно сделано как домик из сетки. И получается еще, то есть двойная сеть. Открываем. Ну, что я могу сказать? Круто? Круто все выглядит. Давайте дверь открою полностью. Надеюсь, она не улетит. Вот, открыл полностью дверь. И так вот это все выглядит. Здесь у нас закреплена сеточка. То есть мы можем еще закрыть полностью москиточкой. Просто. И дверки оставить открытыми. Можно посмотреть. Вот здесь окошечки у нас. Здесь кармашки дополнительные. Ну, если честно, очень круто. Я вообще, как бы, это первая моя палатка личная, которую я себе купил. То есть, но я очень впечатлен. Очень качество хорошее. Ну, в принципе, Xiaomi я расстраивался всего несколько раз. Так, в основном, очень много товаров у меня было от Xiaomi. И очень круто это все выглядит. Вот и закрылось окошко. Так выглядит, как оно закрыто. Конечно, ветер мне помогает. Вот. Ну, швы хорошие. Все здесь еще сделано. Какое-то проклеено специально. Вот. Довольно-таки все качественно сделано. Made in China красуется. Очень круто. И вот такие вот значки. И, ну, реально, давайте посмотрим, как я лягу в ней. Я в ней полностью помещаюсь. То есть, и даже если лечь, вот, ну, не знаю даже как. Вот я лег и немного вытянул рукью. То есть, 2 метра, наверное, 1,80 здесь у нас расстояние есть. Наверное, надеюсь, видно вам. Замок сделан с двух сторон. То есть, с двух сторон можно и с внутренней стороны закрыть, и с наружной. Это очень тоже удобно. Мне очень нравится. Одной рукой неудобно. Видите, зажал. Одной рукой неудобно застегивать. Заедает собачку. То есть, она вот эта вот штучка, которая защитная, закрывает молнию. Она вцепляется, въедается в собачку, если закрывать одной рукой. Но двумя руками никакой проблем. То есть, придерживаешь и закрываешь. Ну, двумя руками, естественно, удобно. Ну, и теперь самое интересное, как мне кажется, как я ее буду собирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришлось повозиться с палаткой, поэтому сейчас я ее опять распакую. И еще раз в виде инструкции постараюсь объяснить, как ее спаковать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, нам надо все четыре грани сложить вместе. То есть, берем 1, 2 и 4. Все сложили. Получается, вот такая вот у нас, так вот она сложена. Теперь нам ее нужно разместить вертикально и верхнее кольцо закрутить вниз. Давайте посмотрим, как это. Берем, разместили вертикально. И верхнее кольцо берем и закручиваем вниз от стеночки. Теперь у нас с двух сторон образовалось по кольцу. И мы эти кольца тоже закручиваем сюда же вниз. Вот первое. Так, здесь немножко зацепилось. Ну и вот второе. Все, палатка сложена, проблем не было. Но по инструкции это не совсем понятно и немного сложновато. Поэтому давайте еще раз попробуем раскрыть и собрать. То есть, резинка у нас должна быть на нижнем кольце, для того, чтобы потом обвернуть это все устройство. Редактор субтитров А.Семкин Все у нас получилось. Палатка свернута, все отлично. Инструкция сделана для того, чтобы можно было легко собирать. В принципе, ничего сложного, но первый раз, конечно, по инструкции было тяжело. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчики, там все дела. А мы пошли снимать обзор на фен Xiaomi. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok